Не высовываться! На холме лучники! Они идут! Есть попадание! Машины их не способны! Надо разобраться с наездниками! Если нужно, Бобой зови! Отпустила! Ты в порядке? Ещё один, мам! Вот теперь они! Перерезом всех! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы шерифом! Пустили кровь Карха! Это начало войны с Хикаром! Уходим! Ты справишься? Дальше пойдёшь без меня, так ведь? А я останусь здесь, с Эрэндом. Перестань. Я отведу тебя в крепость. Я помогу. Время трофеев, парни. От ударов не спасёт. Но я могу на нём парить. Мы всё ещё мало что понимаем. Похоже, у Тинакт междоусобная война. Время трофеев. Здесь лишь пограничья запретного запада. Настоящие земли Тинакт. За горами, возле Песни Долины. Дома племени Утару. Так это не территория Тинакт? Всё вот это? Безлюдные земли. Здесь нейтральная территория. Только вот их Регала плевала на всё это. Её мятежники пришли с севера. Раз они приехали на машинах, должно быть у них там лагерь. Мятежники ездили на секачах. И в преграде тоже были секачи. Думаешь, мятежники запустили их в преграду? Как бы они сумели? Я не знаю. Но стоит это выяснить. Ещё просьба. До того, как ворота закрыли для посольства, туда ушли несколько отрядов Карха и Азирам. Может, узнаешь, как у них дела? Не нужна ли помощь? При встрече спрошу. Здесь рядом нет длинно шея? Длинно шея? Есть один. Вон там. На границе с Утару. Но зачем... Трудно... Объяснить. Он поможет мне осмотреть землю. Так скажешь. Хочешь узнать ещё что-нибудь? Фошаф назвал Регалу врагом, которого вождю Тенакт стоило убить. Да, и правда стоило. Она опасный противник. Её атака шла точно по плану. Пока ты не вмешалась. Конечно. Они знали положение дела. И знали, что Фошаф должен быть передан на посольство. Если Тенакт не ждали атаки, значит она уже давно собирала армию тайно. Её лагерь должен быть неподалёку. Иначе она не смогла бы выбрать столь удачный момент. Фошаф погиб. Фошаф... 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 король солнца на это не пойдет кроме того нельзя допустить чтобы нас снова застали тут врасплох мне жаль назара его адиса по крайней мере назар пал в бою а жрец солнца что ж никто не заслужил такой смерти я прослежу чтобы их похоронили как полагается это мой долг ты сказал что земли тэнакт далеко на западе а чего мне ждать по дороге туда как я уже говорил сперва ты пройдешь по диким безлюдным землям а потом по полям утару а за ними уже тэнакт их земли делят три клана пустынники долинники и небесники да я видела их знамена ближе всех пустынники жестокие люди безжизненную суровую пустыню они покоряют и зовут своим домом а где-то за песками столица всего племени и земли двух других кланов ты будто не уверен я лишь слышал рассказы во время красных набегов армия карха пыталась захватить земли тэнакт но кланы объединились и дали отпор они гнали карха до самой преграды и никто кроме самих тэнакт не знает что лежит за пустыней может что-то известно ученым в меридиане что-то же написано в их свитках правда ты упоминал племя утару их земли лежат отсюда до земель тэнакт на западе верно их дом песня долины это мирный народ особенно по сравнению с тэнакт они фермеры они войны не верится фермеры сумели выжить на в этом западе когда надо у них хватает боевого духа во время отступления после красных набегов их войны гнали наших по горящим полям песни долины король солнца несколько раз предлагал им мир но пока что они отказываются почему раз они такие мирные не знаю я слышал у них полно своих забот что-то про нехватку продовольствия казалось бы самое время торговать но нет хотят чтобы их не трогали ты сказал что пока ворота были открыты туда кто-то отправился а кто ну совсем недавно туда вышли трофейщики а до них пара отрядов собирателей озерам еще я видел как туда отправились два ученых карха с команды озерам не знаю даже отчаянные храбрецы они или болваны это безлюдные земли они самые тэнакт раньше нападали на всех кто заходил за свет пустоши но когда ават сверх безумного короля солнца он отправил посланников к другим племенам за примирение и тэнакт согласились создать нейтральную зону с тех пор карха и озерам посягали на эти земли но теперь похоже их захватили регалы и и мятежники ну даже в мирные дни безлюдной земли не были безопасными древние руины на юго-западе 2 а 4 đấy нюх тут у насчет никаких условий и безуслов и сстанков на юго-западе но если у всех не bail тэн в сутки меня не жалко Береги тебя солнце, Эллои. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Оставлю при себе. Что ж, вот и запретный запад. Целый новый мир ждет меня. Координаты из шпиля приведут меня к Сайленсу и Аиду. А может даже копию геи. Там будет непросто. Порча, буря, наездники-регалу. Но трудности меня не останут. Я найду способ все исправить. Как Элизабет. Можно испытать щит-крыло. Зачем ползти, если можно парить? В армии налетчиков той женщины, Регалу, было много машин. Есть лишь один человек, который мог ей такому научить. Сайленс. Но зачем ему это? Помогать мятежникам Тенет. В сумке места нет, а вот в хранилище есть. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 А что случилось? ошибка регуляция не совершена неполадки в механизме а и 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 � 않아요 и и и и и Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... 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 Ну и что, справишься? Да ладно тебе, Керу, ты... Порвалиться мне на месте, если это не спасительница Меридиана и моего дела. Лорен, поздоровайся. Привет, рад встрече. Знаешь, если бы не она, меня, скорее всего, сейчас бы здесь не было. То, что ты на акт сотворили на посольстве, ужасно. И все в свете пустоши благодарны за их изгнание. Значит, это твои собиратели? Лучшего места для торговли деталями машин на Западе нет. А скоро мы сможем продавать кое-что еще. Слишком долго Запад был, ну, запретным, опасным. Но, что если мы сможем сделать броню столь крепкую и надежную, что тебе больше не придется волноваться о выживании? Было бы интересно на нее взглянуть. Ну, еще бы! Поэтому я и попросил своих самых талантливых собирателей найти все для ее создания, а затем показать результат мне. Лучшая броня пойдет на продажу охотникам. Вроде тебя. Повезло мне. А теперь прошу прощения. У меня есть неотложные дела в скрежете горы. А тебе пока позаботится Лорент. Не терпится узнать, что у тебя выйдет, мой мальчик. Я не подведу. Вот увидишь, все просто обалдеют. Ты должна мне помочь. О чем ты говоришь? Броня. Я сделал дюжину, но все... недостаточно хороши. А дальше на Западе есть и другие. Если они сделают броню лучше моей, можно будет попрощаться с призом. Тебя ждет награда, если Керов выберет твою? Еще какая. И у меня есть идеальный вариант. Мне нужны лишь детали. И быстро. Так, может, ты согласишься взять контракт и принести их мне? Что мне нужно найти? Ящики с карабов. Их обшивка может выдержать большой урон. То, что надо для брони. Я уверен. Пожалуй, я смогу помочь. Слава кузне! Так, стадо здесь, неподалеку. Вот контракт. В нем есть все, что тебе нужно знать. Ты разбираешься с машинами, а мои люди подбирают ящики. Я изучу его позднее. Спасибо. Я рассчитываю на тебя. Элой! Удалось добыть для меня детали? Пока еще нет. Верный выбор. Я сделаю отличную броню. Я сделаю отличную броню. 對. Я LEio. Я ламство. Добро пожаловать. Элой! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...